Поздравляю всех с Днём Театра! Я люблю театр за непередаваемые ощущения, эйфории, которые я получаю, когда я хожу в театр. Поздравляю всех актёров с их профессиональным праздником. Желаем успехов в профессии и в жизни. Быть или не быть, вот в чём вопрос. Или может череп мне на апельсинку заменить? Может тогда исчезнут тучи с небосвода и серость будней сменится оранжевым сиянием? Да, Илья, актёр из тебя тот ещё. Доброе утро, дорогие телезрители. Не обращайте особого внимания. Просто сегодня с настоящими профессионалами с моего дела мы отмечаем Всемирный День Театра в прямом эфире программы «Ваше утро». Да, Мария, ты знаешь, как оказалось, быть актёром театра и кино совсем не так просто, как кажется. Поэтому мы сегодня пригласили в прямой эфир программы «Ваше утро» настоящих артистов, профессионалов, которые не только раскроют секреты театрального закулисья, но и разыграют билеты на свои спектакли. А вот как ты считаешь, какое животное самое артистичное? Ну, даже не знаю, ну, наверное, обезьянки. Ты знаешь, и у наших телезрителей есть уникальная возможность выиграть сегодня билеты в прямом эфире на это шоу. Задание максимально простое, друзья. Всё, что нужно, это внимательно смотреть эфир программы «Ваше утро». Весь, абсолютно в любой момент, случайно может появиться вопрос на тему обезьянок. Ваша задача – быстро прислать ответ на этот вопрос в нашей группе ВКонтакте. Ну, а наш прямой эфир мы сегодня начали со слов великого английского драматурга Уильяма Шекспира. Я предлагаю тоже немножко подучить английский язык вместе с нашей рубрикой. Привет! В эфире снова «Английский завтрак» и я, Глеб Лепёшкин. Сегодня у нас новая вкусная порция «Идём!» И не обойтись нам без денежной темы. To be in the black. Быть в чёрном. Что это такое? При чём здесь деньги? Что это за люди в чёрном? На самом деле всё просто. В бухгалтерских отчётах положительные значения или положительные числа обозначаются чёрным цветом, а отрицательные – красным. Отсюда и выражение «Be in the black», то есть «быть в плюсе». Или «генерировать прибыль». И фраза с этим выражением «We are in the black this quarter». Мы в этом квартале в прибыли. А вот небольшой урок астрономии. Выражение «once in a blue moon» – «однажды при синей луне». Интересно, при чём здесь синяя луна? Дело в том, что это выражение обозначает какое-то редкое событие, то есть то, что происходит очень-очень редко. Мы говорим, когда рак на горе свистнет. Так откуда же пошло это выражение? Дело в том, что в штате Мэйн публиковался фермерский альманах. Так вот, в этом фермерском альманахе дату наступления полнолуния обозначали красным цветом. А когда полнолуния было два в течение одного месяца, то первую дату обозначали красным, а вторую – синим. Отсюда и выражение «once in a blue moon». Запомните одну фразу с этим выражением. «He comes to us once in a blue moon». Он захаживает к нам очень редко. Доброе утро, дорогие друзья! Всех с Днем Актера! Вам стабильности, позитива, любви, куража, ну и, конечно же, сумасшедшего вдохновения! Продолжаем отмечать Всемирный день театра вместе в программе «Ваше утро». Илья, ты зачем сел на планшет? Ну как, Мария, там же сценарий. В театре есть такое поверье. Я просто в перерыве уронил планшет, и считаю, что если уронил сценарий, нужно на него сесть. Илья, давай просто спросим у наших гостей, какие традиции они соблюдают, ведь театр для них – это работа. Да, а сегодня у нас в гостях наши друзья замечательные самарские актеры. Актеры Самарского академического театра драмы имени Максима Горького, Павел Аверин и Анастасия Ермель. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Рассказывайте скорее, как театр драмы отметил День Актера? Ну, Фаша, расскажи, как вы ответили? Ну, для нас День театра начался еще, наверное, за месяц до самого Дня театра, потому что… В смысле отмечать начали? Нет, я сейчас, да, подведу к этому. Уточните. Просто все дело в том, что вы знаете, что вчера, 27-го числа, мы для наших любимых зрителей сыграли театральную юмористическую премию «Кушать подно». Вот, и за месяц до этой премии мы начали активно к ней готовиться, то есть соединять какие-то номера, писать программу, и, собственно говоря, в День театра мы начали встречать еще задолго, и вчера, наконец-то, мы встретили вместе с своим любимым зрителем на сцене нашего театра. Ну, а чем порадовали? Премия «Кушать подно» – два, потому что в прошлом году была первая, в этом году уже вторая, то есть, соответственно, пошла франшиза, узнаваемость. Чем в этом году конкретно порадовали зрители? Какие-то, может быть, интересные наработки? Ведь они же всегда приходят на День театра в первую очередь, наверное, с целью посмотреть на своих любимых актеров, но в какой-то другой интересной роли. Ну, безусловно, допустим, для нас было впервые, что мы начали танцевать хип-хоп. Ооо! Да, обучаться. Раскачали? Да, мы постарались, чтобы прям зажечь зрительный зал, но также было сюрприз за то, что приехал, допустим, Георгий Кузубов. Да, отлично. Поздравил. Который неландо сыграл. Он участвовал в этой премии? Ну, он участвовал как приглашенный актер, между прочим, уже в нашей премии. Уже как Эдлайя, как визна, как Машуновск. Я думаю, это очень приятно, когда все-таки наши актеры возвращаются, чтобы просто поздравить и порадовать зрителя. Дело в том, что я тоже вчера был на этом замечательном празднике искусства и, поверь, зал так встречал, что, ну, действительно, все думали, что появился безруков, но это наш, наш, наш. Ребят, вот вы, молодое поколение нашего театра, расскажите по секрету, вот как уживаете с актерами, которые давно играют в театре драмы? Нет дедовщины, понимаете? Нет, понимаете, нам очень, нам в этом плане очень повезло, нам, молодым артистам. Мы, когда пришли, поступили на службу в театр, во-первых, в театре в нашем бесподобный шикарный коллектив. Мы, наш художественный руководитель Вячеслав Алексеевич, он всегда хотел создать театр дома, я думаю, что сейчас это удалось. И мы уже пришли в семью, нас встретили, и я помню свои первые репетиции, когда со взрослыми артистами, когда ты выходишь, и там все народные, и ты один тут такой инородный, и что-то пытаешься, инородный, да, и что-то пытаешься там с ними репетировать. И очень было приятно, когда они после репетиции подходили и говорили, играй спокойно, мама все равно тебя любит. Получай, удалось. Да, да. Ребят, а вот очень, наверное, важный момент для... вот в этом году у нас, всем известно, мы празднуем 70 лет Победы Великой Отечественной войны. Самарский драматический театр как-то готовится к этому событию? Может быть, будет какая-то интересная постановка? Я думаю, пока не стоит разглашать, что... Просто да или нет? Что же будет да? Все, все. И самое главное, зрителя ждет сюрприз. Что-то будет, и это будет в любом случае очень здорово. Ребят, мы в курсе, что у вас была небольшая проблемка с буфетом в свое время. Скажите, пожалуйста, в связи с последним праздником, может быть, кто-то пообещал, что он появится, появится ли буфет в вашем театре? Ну, в конце нашего капустника все-таки сказали, что на следующий год наконец-то откроют буфет и для зрителей, и для нас. Ну, наконец-то, может, поправимся. То есть сейчас мы слышали, что не только вчерашние зрители прекрасного концерта, но и телезрители теперь знают, что в драме появится буфет. И теперь не только, как раньше говорили, хороший актер должен быть голодным, и зритель в драме был голодным, но теперь, друзья, все будут сыты, все будут счастливы. Но, ты знаешь, мне кажется, вот тот факт, что в театре не было буфета, повлиял и поспособствовал тому, что, например, актеры научились прекрасно готовить себе сами. Да? Ну, мне потому что. Тогда я предлагаю отправиться на нашу кухню, где Ксения Артемьева и Наталья Ионова приготовят замечательный завтрак. Доброе утро, Маша и Илья. Доброе утро, дорогие телезрители. Отмечаем Всемирный день театра в прямом эфире программы «Ваше утро». Говорят, что карьера каждого актера начинается с фразы «Кушать подано». Проверим сегодня в рубрике «Будь готов». Спонсор рубрики. Чистая питьевая вода «Кристальная». Гарантия приготовления полезных и вкусных блюд. 925 05 05. Партнер рубрики «Мебельная компания БРИК». Мебельная компания БРИК. Искусство создавать комфорт. Настало время с удовольствием представить мою гостью Наталью Ионова, актриса Самарского драматического театра. Наташа, доброе утро. Доброе утро. Очень рада, что вы к нам пришли сегодня на кухню. Что будем готовить? Мы будем готовить праздничные сырники. Вообще актеры часто готовят что-то для себя? У вас есть время хотя бы на это? Ну, у меня для начала есть ребенок. Когда есть ребенок, то готовить по-любому приходится. Вот, поэтому, конечно, я много провожу времени на кухне. С чего начнем? У нас есть творог, у нас есть мука, сахар. Ну и дальше всякие штуки. Можно делать с изюмом, можно делать у нас тут вот всякие цукатики. Давайте с чего начнем? Начнем месить. Мы будем месить творог. Закинем в него яйцо. Но чем в твороге меньше жирности, тем лучше он склеивается. У нас такой диетический получится завтрак. Международный день театра. Да. Что вообще для вас этот праздник значит? Это как международный день 8 марта. Это как Новый год. Это как день рождения. Это самый чудесный праздник для артиста. Ну, подготовка к нему, это, наверное, даже еще веселее, чем сам праздник. Наташ, вы в театре играете уже давно. Одна из ведущих актрис. Какую свою роль можете назвать любимой? Мне кажется, для артиста каждая роль это детеныш. И, ну как можно сказать, я вот Стасика люблю, а Машу не люблю. Я всех люблю. Все, 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 все люблю. И у каждого спектакля есть даже свой запах. Я не знаю, с чем это связано. Актер все-таки такая творческая, яркая, интересная профессия. Как вы решили стать актрисой? В первом классе меня отдали в театральную студию. Все с детства началось. Да. И вот как бы, как отдали меня туда, так и не забрали. Прежде чем начнем уже выпекать наш сырник, я предлагаю немножко отдохнуть и выпить свежей чистой воды. Питьевая вода кристальная. Закажи воду домой. Наташа, ну вот все-таки актер, актриса, это больше ремесло или это какой-то дар, талант свыше данный? Знаете, есть правило трех Т. На первом месте труд, на втором месте талант, на третьем терпение. Поэтому, конечно, человек, который идет в эту профессию, он должен быть одаренный. Не обязательно гениальный, да, но одаренный. Это понятно. То есть природой все равно есть что-то заложенное. Четвертый, ну а как? Вот, но без труда ничего не будет. Ты можешь быть какой угодно талантливый, переталантливый, но если ты ничего для этого не делаешь, никак себе не помогаешь, никак себя не развиваешь, ну, о чем речь? Вот. Я так думаю. Наши сырники уже готовы к выпеканию, завтрак на подходе. Ну а что интересного приготовила для вас программа «Ваше утро», узнаем прямо сейчас. Дать хорошее образование своему ребенку – мечта любого родителя. Раскрыть его талант еще в юном возрасте и развивать их. Гордиться хорошими отметками и доверять его близким друзьям. Все лучшее детям может дать школа полного дня, где учителя не только профессионально доносят знания по предмету, но и являются наставниками. Ведь каждый ребенок уникален, и подход к нему должен быть индивидуальный. Скучно ли быть в школе целый день? Или наоборот, учеников это радует? Спросить у любого ученика, он скажет «да-да-да-да-да». А я говорю «конечно же!» Кто откажется от такой школы, где много разных уроков? Я вот не был в другой школе, но я думаю, что в никакой школе нет урока компьютерной грамотности. У нас здесь есть такие предметы, ну типа физкультуры. Там здесь не заставляют отжиматься, подтягиваться целый час, как обычно. А иногда поиграть, поиграть, потом борьбой. Вот это мне нравится в нашей школе. В современном мире, где у каждого ребенка есть свой личный гаджет, изучать науки с помощью только книг кажется скучным. На помощь учителям приходят современные технологии. Изучение химии, физики, математики проходит на основе интерактивной доски. А вооружившись 3D-очками, на элективном курсе инженерного дела можно рассмотреть со всех ракурсов реактивный самолет, словно застывший в воздухе. Или досконально изучить человеческий мозг в формате 3D на уроке биологии. Показывают разные процессы, например, как ДНК выглядит, цепочка. И вот мы смотрели, как проходит пищеварение в человеческом организме. Это очень наглядно. Конечно же, профессионализм учителей и технические новшества в изучении предметов дают свои результаты. Ученики школы – победители множественных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Участвуют регулярно в круглых столах, играют в КВН и показывают спектакли подшефному детскому саду. Первую половину дня ребята грызут гранит науки, изучая все новые темы. А после – время для развлечений. Вторая половина дня организуется таким образом, что дети сначала остаются после уроков и выполняют домашние задания. Потом они имеют возможность выбирать себе различные виды деятельности. Это может быть живопись, это может быть рукоделие, это может быть ремесло для мальчиков. Есть театр и есть занятия по хореографии. Интегрированное образование, практикуемое в школе полного дня – это сплочение между предметами и между учебной и внеурочной деятельностью. Так, например, уроки литературного чтения имеют свое продолжение в виде репетитов спектакля. Как говорится, сочетание полезного с приятным. Получать образование в комфортной и дружелюбной атмосфере всегда весело и интересно. Двери школы творчества всегда открыты для вас. Улица Осипенко, 14, телефон 334-2681. Здесь детей окружает доброжелательная обстановка. День заполнен интересными занятиями, улыбками, играми и общением. О детях заботятся внимательные и чуткие педагоги. Догадались, о чем я говорю? Конечно же, все это – частный детский сад. Абсолютно всем родителям интересно, какие знания, умения и навыки получает их малыш в детском саду. Чему же его там учат? Каких успехов добился ребенок? И на что нужно обратить пристальное внимание? Получить ответы на все интересующие вопросы можно и даже нужно. Решают задачу общения педагогов и родителей в детском саду нестандартно. Особое внимание уделяется формам обратной связи. Система видеонаблюдения, издания газет, журналов и книг два раза в год проводится общее родительское собрание в виде конференции с докладами и видеопрезентациями. Помимо общих родительских собраний существует такая форма, как индивидуальное родительское собрание, когда все педагоги, а их очень много, на двоих детей и один взрослый, приходят на собрания к одной семье. Родители, мама и папа получают самую полную информацию о развитии своего чада. Все в цифрах и фактах. Результаты в баллах по всем предметным областям, результаты логопеда, психолога, педагогов по трем иностранным языкам, развитию речи, трис, развитию памяти. И это далеко не весь список. Педагогам есть чем удивить родителей. Результаты мониторинга говорят, что жизнь в детском саду проходит на самом высоком уровне познавательной активности, что в дальнейшем принесет успех в школе. В течение всего года воспитанники частного детского сада активно изучают английский, французский и немецкий языки, занимаются математикой, информатикой, логикой, теорией решений изобретательских задач, эйдетикой, конструированием, развитием речи, риторикой, а также танцами и живописью. Занятия идут творческие. Желание ребенка к новым познаниям возникает естественно, поскольку все обучение происходит в форме игры. Инсценировки популярных сказок на иностранных языках, занятия йогой, обширная экскурсионная программа и, конечно же, победы на всероссийских конкурсах, как результат всего познавательного процесса. Что самое главное в воспитании ребенка? Главный принцип развития – каждый малыш уникален и неталантливых детей не бывает. Детский сад – это дружная семья, где каждый день проходит в теплой и веселой обстановке. Родители воспитанников удивлены и довольны тем, что каждое утро их малышей начинает со словами А когда мы уже пойдем в детский садик? Детский сад развития объявляет набор детей от полутора лет в новую группу. Телефон 221-60-19. Маш, 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 я слова забыл, с чего мы начинаем. Ты что, уже эфир вовсю идет. А, поверила. Вот видишь, может быть и из меня может получиться тоже актер. Господи, ты все веселишься. Давай уже поговорим с профессионалами своего дела, и ты поймешь, что тебе до них еще расти и расти. Ну, хорошо. Тем более, что к нам в гости приехали актеры театра «Самарская площадь». Роман Люксин и Анастасия Карпинская. Доброе утро. Ребят, ну сразу, во-первых, поздравляем вас с международным тематом театра. А во-вторых, ребят, как вы его отметили, как его отмечали в вашем театре? Весело, задорно, с апельсом, празднично, шикарно, богато. Я думаю, 28 марта можно переименовать в день оставшихся вживую. Вы такие моденькие, красивые, значит, мы готовились. Мы готовились, да, мы готовились. Как вам вчера, комфортно? Вы не с завистью смотрели на тех, кто отмечает, а вот таким, ладно, нам завтра? Нет, нет, что вы, наоборот, мы встречали зрителей еще с порога. То есть зрители поднимались к нам по лестнице, мы встречали их с подносами, в русских народных костюмах, угощали их медовухой, конфетами, капустой для тех, кто держит пост в особенности. Даже по стопочке водочки кое-кому наливали особо одаренным, да. Вот, то есть потом мы пели нечистушки, плясали с ними, танцы разные, и за это мы потом заслужили, естественно, отдельные шоколадочки, нам подарили цветы. Вот, зрители были все в восторге, что так, соответственно, прошло на ура. Да, думаю, счастливы. Вместе попейте и, в конце концов, капусточку поесть. Да-да-да. Очень. Ребят, скажите, пожалуйста, какой спектакль в этом сезоне наиболее любим нашим зрителям стал? Ну, наиболее любим, я думаю, что это роддом. Нет, ну, это... А ваша версия так просто очень интересна. Роддом – это на все века, на все времена, да. А в этом сезоне люди начали больше ценить классику. Классику, да. На самом деле. Это так, как «Чайка», «Коломба», «Коломба». Значительно больше. Да, «Коломба». Русский литературный классикой нельзя назвать, это одна из последних наших премьер. Да, это современная драматургия. Но, в принципе, зритель тоже ходит. Ну, ее так часто не стоит, естественно, она идет там раз или два в месяц. Но залы всегда полные. Ну, вот это приятно, когда зритель начинается нить классику. Да, приятно, приятно, да, то, что возвращаются к классике. Астровского, Гоголя, Чехова. Ну, по ней, я думаю, что... Тем более, в год литературы. В год литературы именно так. Нам особенно приятно, да. Но я лично была на роддоме, зал был битком, мужчины плакали от смеха. И так каждый раз уверяю вас на каждом спектакле. Это что-то великолепное. Ребят, а вот существуют же какие-то театральные поверья, какие-то приметы. Ну, вот я знаю, не знаю, как у вас, что не существует тринадцатых гримерок, например. То есть какие-то такие суеверия, они желают удачи еще вообще, да? Не желают. Именно «Ни пух и не пера» говорят, правильно? Ну, почему такая традиция? А какие вот еще есть интересные такие традиции, может быть, о которых... Не говорят. ...зрителям было бы интересно узнать. Ну, вы знаете, по-моему, у каждого актера есть какая-то своя традиция. Своя традиция, да. Вот у меня есть пара забавных традиций. Мне, например, перед спектаклем «Танец Дели» мне просто необходимо подойти к именно паре человек определенных и обнять их очень крепко. Вот именно это необходимо сделать. А перед другим спектаклем я должна получить газеты по голове и ответить «Спасибо, Джо». Вот какая-то такая традиция, как так повелось, и каждый спектакль без этого уже просто не может начаться даже. Это, естественно, наши такие закулисные какие-то тайны, но вот считается приметами тоже. Ну, одна из известных еще — зайти на сцену с правой ноги, вступить, да, на сцену. Благо, чтобы все прошло и текст не забылся. А что делать, если ты все-таки наступил с левой? Эх! Бежать, убирать, убирать голос, паники совсем ничего хорошего не выйдет. Есть еще традиция, если нашел гвоздь на сцене во время представления спектакля... Скажем так, то, что можешь быть спокоен, и спектакль пройдет на ура. Ребят, а вот вам, как актерам, вот скажите, вот такой, ну, важный нам, как зрителям театра в первую очередь, современный зритель, он какой? То есть отличается он как-то своими отличительными особенностями, чертами какими-то характерными? Я думаю, что да, наверное, все-таки отличается. В первую очередь, мне кажется, современный зритель, он стал воспитуемым больше. Если бы был какой-то период в Исамарском театре, вообще в театре, когда вот зрителю нужно было что-то вот именно на потребу дня, что-то более смешное, какая-то комедия, где задумываться не надо, где просто нужно прийти, посмеяться, отдохнуть душой и уйти. А сейчас зритель все-таки приходит за интеллектуальными какими-то спектаклями, ему хочется не просто... Поддумать, размыслить. ...посмеяться, а подумать, какие-то выводы сделать. Вникнуть. И зрителю, я просто замечаю это по своим знакомым, по отзывам о наших спектаклях, что зрителю нравится, когда они приезжают на спектакль, и еще спустя 2 или 3 дня они о нем думают, и пишут об этом на сайте, что нас настолько потрясло, что спустя неделю, даже не важно, плохой это отзыв или хороший, важно, что зацепило. Да, тогда и что-то не приходит. Это очень здорово. Но театр, это, конечно, очень хорошо, но мне кажется, многие могли бы остаться дома и посмотреть кино. Почему нет? Это проще. И все в интерактивном телевидении расскажет Максим Полагнюк в рубрике «Интерактивный момент». Ага, поехали! Ни злой, ни вечер, ни умеренные мои телезрители. В эфире рубрика «Интерактивный момент». А в интерактивном моменте эфир рубрики со мной, безумным шляпником. И все благодаря вашему голосованию. Кто-то и впрямь считает меня сумасшедшим. Но как можно сойти с ума, если никогда на нем не стоял? Уж если я и схожу, то только за своего. А все благодаря интерактивному телевидению, которая так полюбилась в нашей компании за то, что теперь его можно смотреть одновременно вместе и одному. Ведь услуга «Мультирум» позволяет транслировать различные каналы на двух, трех, четырех, пяти телевизорах в рамках одной абонентской платы. Удобные сервисы интерактивного ТВ на этом не заканчиваются. Чего стоит только фильтр тематик, благодаря которому можно выбрать все научные телешоу, которые в данный момент идут в эфире. В меню отображается передача, идущая сейчас, и та, что пойдет дальше. Также можно легко посмотреть предыдущую, буквально вернувшись в прошлое, чтобы сэкономить время. Что же я хотел сказать дальше? Я оставил себе записку. Напоминание. Вот она. Так что здесь? Напоминание. Напоминание-напоминание? Ах да, функция напоминания от интерактивного ТВ. То есть специальное всплывающее окошко, напоминающее вам перед началом любимого сериала о том, что пора переключить канал. Настроить все эти возможности можно буквально в два клика, как и воспользоваться услугой управления просмотром. Позволяющий откладывать даже прямой эфир хоть на три дня. Особенно все это пригодится милым дамам. Как и ежемесячная тематическая подписка «Женский мир». Дети, еда, мода, здоровье, истории замечательных людей, хобби. Все это представлено в списке видеороликами и программами, которые еженедельно пополняются. То же самое происходит не только с друзьями на фейсбуке у Брода Пита, но и с видеопрокатом интерактивного ТВ. А там как раз свежая новинка. Двенадцать месяцев. И для девочки из нашего времени попадает сказочный мир. Среди зимы она должна принести из леса букет подснежников, чтобы наступил Новый год, который решил отметить злой королевский советник. И только тогда она вернется к своим родителям. На этом все. Поздравляю всех, у кого сегодня, как и у меня, не день рождения. У вас тоже сегодня не день рождения, как тесен мир, как скромен календарь. Голосуйте за следующий образ ведущего ВКонтакте. И смотрите, не пропустите следующий интерактивный момент. Голосование за выбор образа ведущего проводится на странице группы Ростелеком Самарский филиал ВКонтакте. Оставить заявку на подключение интерактивного ТВ можно по телефону на экране. Ага, поехали! Пожалуй, самый актуальный вопрос сегодня – это где купить подешевле и, конечно, без вреда для качества, тем более, если дело касается уюта в доме. Комфорт в доме создается грамотной расстановкой мебели с помощью гармоничных деталей интерьера и, конечно же, настенных покрытий. Обои в доме могут создавать как веселое настроение, так и клонить в сон, вызывать аппетит и даже вдохновлять. Качественные обои импортных производителей, известно, стоят недешево. Но что если коллекция позапрошлого года? Качество тоже хорошее, а цена меньше. Ответ очевиден – такие обои нам подойдут. Представлена коллекция не только прошлого сезона, на которую распространяются скидки от 10 до 70%, но и коллекция, закупка которых производилась до нестабильной экономической ситуации в стране по ценам 2014 года. Желание обновить интерьер, сделать перестановку в доме посещает нас достаточно часто. Обновить обои в доме или мебель – значит сменить настроение и всегда в лучшую сторону. Но с нестабильной обстановкой в стране кажется, что найти недорого импортную продукцию невозможно. Но это не так. В магазине скидок на стенных покрытий представлен широкий выбор обоев по приятным ценам, разных размеров и текстур, с геометрическим и цветочным принтом для гостевых, столовых и детских комнат. Можно купить обои по очень хорошей цене известных европейских дизайнеров. Представлены коллекции таких стран, как Италия, Германия, Россия, Украина, Бельгия, Китай, Корея. Когда в стране нестабильная финансовая ситуация, хочется экономить абсолютно на всем. Но не стоит покупать продукцию по самым низким ценам. Известно, скупой платят дважды. Не экономьте на уюте в доме. Обои по приятным ценам известных зарубежных модных домов переживут еще не один кризис. Качество прежде всего. Качественные обои можно купить по очень приятной цене. Главное знать где. Дом модных обоев. Первый в Самаре магазин «Аутлет» плюс центр распродаж. Гагарина, 88. Обожаю театр, поскольку это место встречи с нашими коллегами из нашего коллектива. У нас всегда ходит огромная компания. Мы поддерживаем так корпоративный дух. И это место для нас не только развлекательное, но и одухотворяющее нас, обогащающее знаниями. И это место действительно источником культуры является. От всей души, от себя лично и от всего нашего коллектива поздравляю всех жителей городского округа Самара с Днем театра. А также всем хорошего настроения и доброго утра. Еще раз доброе утро всем ценителям искусства. Продолжаем отмечать Международный день театра в прямом эфире программы «Ваше утро». Мы Мария Литвишкова и Илья Рысаков. Театр в первую очередь для зрителя. Ну а для нашего дорогого телезрителя я предлагаю вместе с актерами Самарского театра «Самарская площадь». У нас сегодня столько театров, что я уже даже в них немножечко запуталась. Предлагаю разыграть билеты на спектакли. Все те же наши любимые Роман Лексин и, конечно, Анастасия Карпинцева. А у нас уже есть звонок. Алло, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вы посещаете театры? Да, стараюсь. Так, а какой спектакль последний вы посмотрели? Ага. Вспомните? Да так и не вспомнишь. О-о-о. Хороший. Ну, значит, хороший. Значит, хороший. Настолько много эмоций, что даже забыли название. Но, вы знаете, у нас сегодня для вас есть подарок. В первую очередь от актеров театра «Самарская площадь». Соответственно, билет на спектакль. Если правильно ответите на вопрос, он ваш. Поэтому сразу вопрос, он очень несложный. Внимание. Какой самый приятный для артистов шум во время спектакля? Татьяна? Это аплодисменты. Абсолютно верный. Наши аплодисменты летят в ваш адрес. И, конечно же, билет в театр «Самарская площадь» на спектакль «Планета». Он ваш. Роман, Анастасия, у нас для вас есть маленький сюрприз. Илья, расскажи про то, что я. Дело в том, что мы сегодня специально для вас приготовили небольшую такую интерактивную викторину, игру. Назовем ее театральный калейдоскоп. Все очень просто. Мачу. Мы сейчас покажем его на экран. Есть четыре сектора. Посмотрите, есть кухня. Это значит, нужно будет рассказать какую-то внутреннюю историю жизни. Театра «Горячий стул» быстро ответить на вопросы. «Крокодил» что-то изобразить. Ну и, соответственно, тандем-шоу. Туда ближе расскажем. Поэтому мы играем с вами. Давайте попробуем посмотреть, что выпадет вам. С удовольствием. Так. Поехали. Внимание, внимание, внимание. Смотрим, волнуемся. Друзья, кухня. Кухня выпадает вам в сектор. Напоминаю, нужно вспомнить, рассказать какую-то интересную, забавную. Да, смешную историю из жизни театра. На самом деле, я думаю, их много. Их море. Вот, их море, да. Я думаю, в каждом театре. Давайте самую смешную. Самую смешную. Пожалуйста. То есть я все-таки самую смешную. Ладно, договорились. В спектакле «Роддом», как раз таки, на котором вы присутствовали, спектакль начинается с того, что в роддом приходят посетители, мужья, собственно. И мужья приносят какие-то сувениры, как правило, там, фрукты, кому что. Апельсины. Апельсины, чаще всего, да. Мой муж мне обычно приносил просто цветы, этого было достаточно. А потом он начал экспериментировать. Он стал приносить батарейки, книги. Ну, это все не то. Это вот все шло до кульминации. И однажды он мне притащил вот такое вот здоровенное ружьище в роддом. Зритель оценил сразу, зрителю понравилось. А я приняла ружье. Именно такое я искала, собственно. Вот мне оно здесь и сейчас как раз нужно, на девятом ты месяца. Вот нужно было только действительно в конце с этим ружьем выйти, когда он от меня уходит, собственно, он мне изменяет. И вот меня только удержали мои коллеги по цеху, когда я уже бежала на него с ружьем. Раз принес, значит, ружье должно быть. По-моему, история великолепная. Это очень здорово. И то есть получается, что актеры во время спектакля, которые они играют уже в какой раз подряд, иногда для того, чтобы как-то разнообразить и сдержать друг друга, соответственно, друг друга колют вот таким образом. Слушайте, это очень здорово. У нас есть еще один звонок, и мы готовы разыграть еще один билет. Юли, доброе утро. Алло, доброе утро. Юлия? Да. Доброе утро. Какой спектакль вы посетили последний? Я посетила последний, это Леди Найт. О, Леди Найт, здорово. Для девочек. Для девочек. Поэтому вам такой простенький, простенький вопрос. Какой персонаж сказок Толстого продал азбуку и купил билет в театр? Юлия? Буратино. Абсолютно верно. Юлия, мы вас поздравляем с Международным Днем Театра в том числе и дарим вам замечательный билет на классный спектакль. Ну, Илья, ты знаешь, нагрузки у наших артистов, у актеров, они все-таки колоссальные. Ребята устают. Я предлагаю посмотреть следующие сюжеты о том, как восстановить свое здоровье и восполнить энергию. В современном ритме жизни нам часто не хватает времени заняться собой. Даже зная о существующих проблемах со здоровьем, мы не торопимся их решать, потому что не хотим сидеть в очереди в больнице, тратить много времени на консультации врачей и принимать лекарства. Однако всем известно, что болезнь лучше предупредить, чем потом лечить или справляться с ее последствиями. Поэтому при профилактике и лечении любого заболевания одну из главных ролей играет диагностика. Современные медицинские технологии позволяют всего за пару часов получить достоверную и полную информацию о своем организме, равносильную нескольким десяткам анализов и обследованию врачей практически всех специализаций. Это обследование строится на измерении электромагнитных колебаний, которые присущи любому живому организму, любому нашему органу. Диагностика проводится по специальным акупунктурным точкам, расположенным на руках и ногах человека, каждый из которых дает сведения о состоянии того или иного внутреннего органа. Если вдруг что-то меняется в состоянии организма, меняется какая-то патология, вдруг возникает, то, соответственно, меняется электромагнитный спектр. Мы выявляем вот эти вот изменения, дисгармонические так называемые колебания, мы выявляем, выясняем причину, почему вдруг эти колебания возникли в органе, может быть воспаление, если воспаление, чем оно вызвано, бактериями, вирусами. В отличие от множества медицинских процедур, комплексная диагностика организма не требует предварительной подготовки и сдачи анализов. Процедура биорезонансной диагностики абсолютно безболезненна и не доставляет пациенту никакого дискомфорта. Смотрим, а может ли организм исправить это состояние, то есть можем ли мы с помощью аппаратуры отсечить эти дисгармонические колебания и усилить нормальные электромагнитные колебания, которые присущи для данного органа. На мой взгляд, этот метод сейчас, на данный момент, является наиболее информативным и наиболее доступным. Ну, к примеру, для того, чтобы пройти полное клиническое обследование, мне пришлось бы лечь в стационар и стратить значительную сумму. А здесь я могу сделать его в амбулаторных условиях. По результатам диагностики опытный специалист составит полную картину состояния органов и систем вашего организма, даст рекомендации по лечению и предупреждению заболеваний. Я прихожу к доктору, жалуюсь, что вот у меня утомляемость, слабость, нервное расстройство. После обследования я чувствую себя хорошо. Когда я выхожу из кабинета, мне хочется петь, радоваться жизни, у меня нормализуется нервная система, улучшает сон, и вообще мне становится просто хорошо. Весна – время, когда наш организм особенно уязвим стрессом, простудом и обострением хронических заболеваний. Поэтому так важно вовремя обратить внимание на себя и помнить, что самое ценное, что у нас есть – это здоровье. При прохождении в апреле комплексной диагностики вы получаете в подарок сеансы лечебной терапии на полторы тысячи рублей. Медицинский центр «Здравница», Венцика, 78. С наступлением весны каждая женщина мечтает иметь изящную фигуру – легкий путь, красоте и здоровье, тонус клуба. В повседневной жизни мы постоянно испытываем физические нагрузки, справиться с которыми можно легко и непринужденно. За вас все сделает тренажер. Достижение идеальной фигуры теперь – это не более чем приятные и расслабляющие процедуры. Фигуры – это то, о чем мечтали многие женщины – занятия, не требующие никаких физических усилий, в сочетании с релаксирующими массажными процедурами, то есть комплексный уход за телом. Причем эффект от занятий наступает в 7 раз быстрее, чем в традиционном фитнесе. Меня девочки предупреждали. Несмотря на то, что меня предупреждали, я все равно очень удивилась. Они говорят, вот если надеваете сапоги, а не в обтяжку, после процедуры выйти все будет свободно. Я подумала, ну ладно, это реклама. Нет, это не реклама. На самом деле я вышла и почувствовала, как вот даже брюки мне казалось, может быть, это просто, что вот они стали мне как будто что-то ликовать. И потом приятно, можно даже уснуть. Заниматься в Центре красоты и здоровья могут абсолютно все, независимо от возраста и физической подготовки. Волнос-оборудование поможет справиться с любыми поставленными задачами, будь то избавление от лишнего веса или укрепление мышц. И здесь стоит отметить тонусные столы, пользующиеся особой популярностью. Делать ничего не нужно. Вы просто должны помогать тренажеру или сопротивляться его движению. Все остальное предоставьте ему. Занятия проходят лежа, нет нагрузки на позвоночник и сердечно-сосудистую систему. А в борьбе против целлюлита вам поможет знаменитая виброплатформа, любимая Мадонны и Кайли Минок. 5-10 минут на этом тренажере заменяет полноценную тренировку. Пока вы просто стоите и отдыхаете, этот тренажер укрепляет ваши мышцы и ускоряет кровообращение. Это уже технологии космические. Виброплатформы впервые появились в индустрии фитнеса. Они пришли из космоса, потому что они были разработаны для космонавтов, которые длительное время находятся в невесомости и, соответственно, быстро происходит атрофия мышечной ткани. Для интенсивного восстановления, причем не затрачивая много времени, были изобретены вот эти виброплатформы, потом они перекочевали как раз уже в фитнес. И, конечно, вместе с телом не стоит забывать и о лице. Алмазно-вакуумный пилинг улучшит регенерацию здоровых клеток кожи, идеально шлифует и обеспечивает ей здоровый вид, а также возвращает упругость и цвет. Алмазный пилинг лица подарит драгоценное сияние вашей коже, а безугольная мезотерапия – лучшая альтернатива традиционной, быстродействующая и высокоэффективная. Главное преимущество данного метода – отсутствие игл, а значен безболезненность. Действительно, всего полчаса, и уже ощущение легкости, свежести, нежной и мягкой кожи. С 28 по 31 марта акция «На единые абонементы» скидка 50%. Центр красоты и здоровья «Артромед» 247-90-08. Продолжаем самый театральный выпуск программы «Ваше утро» вместе с актерами Самарского театра драмы. Я предлагаю сразу перед ребятами извиниться, потому что они в перерыв подошли к нам, взбрыкнули, говорят, ну как так-то, мы тоже хотим разыграть билеты на свои спектакли. Да с удовольствием, потому что наш самарский зритель любит абсолютно все наши театры, и, конечно, спектакли. Итак, у нас есть уже звонок, и мы готовы его принять. Доброе утро, Светлана! Алло, алло, Светлана, доброе утро! Алло, доброе утро! Светлана, любите ли вы ходить в театры? Я, конечно, люблю ходить, но, получается, ходить не часто. Вот, именно поэтому вам сегодня... И я с удовольствием выиграла билет. Вот, а мы сейчас вам поспособствуем в этом. Все очень просто. Смотрите, в Самарском театре драмы существует замечательный спектакль, который называется «Пули над чем-то». Мы вам предлагаем три варианта ответа. Итак, это «Пули над Андреем», «Пули над Бродвеем» или «Пули над Бродобреем». Светлана, как вы считаете? «Пули над Андреем», «Пули над Бродвеем». «Пули над Бродвеем». Аплодисменты вам. И этот замечательный билет на этот шикарный спектакль тоже достается вам. Ну, ты знаешь, у нас есть сюрприз не только для актеров театра «Самарская площадь», но и для актеров театра «Драмы». Ну-ка, расскажи. Павел, Анастасия, мы сейчас с вами поиграем, собственно, в нашу театральную... театральный калейдоскоп, как мы его назвали. Все очень просто. Я предлагаю сразу запустить и узнать, что же достанется вам и во что мы поиграем с вами. Итак, крутимся, 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 и... Так, волнение. Ребята, горячий стул. Павел, это достаточно сложная задача. Дело в том, что во время спектакля, что может пойти не так, а он должен быстро, что называется, выкрутиться из любой ситуации. Поэтому, Павел, предлагаю вам. Все очень просто. Я быстро, быстро задаю вопросы. Ваша задача на них. Быстро и желательно, как-то интересно ответить. Громко, четко. Не думаю, первый гол. Готов? Готов, все, поехали. Да, что приходит первый гол. Итак, поехали. Театр начинается с вешалки, а телевидение... С кнопочки. А какую роль невозможно сыграть? Да, отсутствующую. Как часто актеры садятся на сценарий? Так часто, как на диету. Что происходит на сцене, когда в финале задергивается кулиса? По домам бегут все. Секретная фраза режиссера, после которой все обращают на него внимание? Что вы... Несусветные какие-то на сцене. А что сделать, чтобы отметить бенефис в 30 лет? Дошли до 30. Какую роль американский актер никогда бы не сыграл в русском театре? Блохо. Что делать, если грим потек? Слезна, слезать. Отлично. Паш, ну, действительно, стул оказался очень горячим, но ты молодец, ты отстоял из драматического театра. Между тем, на нашей кухне программы «Ваше утро» сковородки уже тоже горячи, а Наталья Ионовна и Ксения Артемьевна вовсю продолжают готовить шикарные сырники. Смотрим. В эфире по-прежнему рубрика «Будь готов!» отмечаем Международный день театра вместе с нашей гостьей Натальей Ионовой, актрисой Самарского драматического театра. Что, Наташа, смотрю, уже выкладывает наши сырники на сковородку. Да. Мы добавили творог, яйцо, немного муки. Красота. И будем потом украшать все это цукатами, свежими фруктами. И любовью. И сметаной, и, конечно же, любовью. Наташа, приоткройте зависты тайны, что посмотрели зрители 27-го числа? Все-таки 27-й – это всегда такой праздник в каждом театре. Что увидели зрители драматического театра? Давайте сейчас для тех, кто не попал к вам на это шоу, расскажем немножко. Но, в общем, придумали мы себе такие забавы, чтобы не просто 27-го играть обычный спектакль, а в конце выходить на сцену и говорить, а у нас сегодня праздник. А чтобы это было уже прям так масштабно на большой сцене, для большой аудитории, чтобы и нам хорошо, и зрителю хорошо, и все счастливы и довольны. Вот. Вот она, первая порция наших сырников уже готова. Вот у нас получились такие румяные, не очень ровные. Ну, главное, что с душой и с любовью. Симпатичные малыши, да. Так, отправляем вторую порцию. Отправляем сейчас, да. Наташа, как вы думаете, что самое главное в кулинарии вообще? С каким настроением нужно готовить любое блюдо? Ты все правильно сказала. Самое главное – это настроение. Я думаю, что помимо любви и хорошего настроения, еще обязательно готовить на чистой воде. Чистая питьевая вода кристальная. Закажи воду домой. Приходилось ли когда-нибудь сидеть на диетах или наоборот набирать вес для какого-то спектакля? Нет. Вообще, когда-то в курсе на втором я пробовала этим заниматься, но для меня это невозможно сложно. Я искренне восхищаюсь теми людьми, которые могут сидеть на диете и следить за этим всю жизнь. Все должно быть в гармонии с собой. Наташа, есть ли у вас какая-то роль, которую вы еще только мечтаете сыграть? Мне наш театр столько всего дает. И возрастные, и большие, и крутые, и роковые, и всякие-всякие-всякие. Я даже не знаю, о чем мечтать, честно. Наташа, все-таки зритель вас любит. Вам всегда рукоплещет зал. Был ли какой-то подарок, который вы запомнили больше всего от своего зрителя? Ой, вы знаете, мне тут связали салфетку крючком расчудесную. А еще подарили карты. На каждой карте в разрезе вид сверху Михайловского замка, Зимнего дворца, Юсуповского, здания Сената и Сената. Я немножечко родилась в Петербурге, и девочки, которые вот это знают, они мне преподнесли вот такой просто замечательный подарок. Это было так приятно, так трогательно. В общем, плакала я над этими картами, плакала. Я надеюсь, что все остальные подарки будут приносить только радость, улыбку. Наташа, поздравляем вас и всех актеров с Международным днем театра. И желаем только новых ярких ролей, еще больших ярких образов. Спасибо, что были сегодня у нас в гостях. Вот такой прекрасный завтрак у нас получился. Сырники по рецепту актрисы Самарского драматического театра Натальи Ионовой. Желаем всем доброго утра и приятного аппетита. С вами была рубрика «Будь готов». Внимание! Акция «Здоровая жизнь». До 31 марта вода кристальная, питьевая, йодированная, по цене обычной. Звони 925 05 05. Мебель по индивидуальным проектам от компании «Брик». При заказе кухни мойка из камня. Подарок. Телефон 379 15 00. Я люблю театр за то, что тут живые эмоции. Это не сравнить с фильмами, потому что все-таки фильмы – это кадры. Тут живые эмоции, живые люди. Можно и поплакать, и посмеяться. Просто живешь этой жизнью. Меня хотелось бы поздравить всех актеров. Пожелать их успехов творческих во всех начинаниях. Ну, наверное, карьерного подъема, возможно, новых ролей, которых им хотелось бы. Ну, всего самого хорошего личной жизни. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем отмечать Международный День театра с теми, кто непосредственно имеет к этому празднику прямое отношение с актерами Самарских театров. Самарская площадь и Академический театр драм. Ребята, мы предлагаем прямо сейчас продолжить играть в наш театральный калейдоскоп. Игру, которую мы придумали специально для вас. И посмотреть, какое следующее задание вам выпадет. Так, внимание. Внимание на экран. Так, друзья, крути-крути-верти. И нам что-нибудь покажи. Так, ну. А есть какое-то слово, из которого все начинает? Мотор? Нет, это кино. Нет, он уже у нас выпал. О, друзья, собственно, все просто. Кракодин, я предлагаю, ну, всем известная игра, мы загадываем какое-то слово, вы его показываете. Но угадывать я предлагаю нашим телезрителям. Итак, мы знаем, что у нас есть уже звонок. Андрей, доброе утро. Андрей, алло. Алло, алло. Я предлагаю прямо сейчас, Роман, можно вас подождите? Мы вас слышим, Андрей, поздравляем с тем, что вы до нас дозвонились. Андрей, подойдите прямо сейчас к телевизору. Роман покажет какое-то слово, связанное с театром. Ваша задача угадать это слово, и тогда мы вручим вам классный билет. Итак, Роман, готовы? Мы будем совместность. Совместность? Давайте вместе. Роман и Павел, поехали. Андрей, внимание на экран, поехали. Театр Самарская площадь представляет. Андрей, я не вахту, это театр Самарская площадь. Итак, как вы считаете, что это может быть? Гримёр. Гримёр! Браво! Гримёр. Я не знаю, либо вы, божественные актёры, действительно, либо мы загадали очень простое слово. Но, Андрей, мы вручаем вам, естественно, билет на спектакль в театр Самарская площадь. Ну что, мы движемся дальше, и я, Мария, предлагаю прямо сейчас устроить эксклюзивный эксперимент. Первые на Самарском телевидении мы объединим два театра вместе. А? А? Я понимаю, знаете, каким образом? Мы уже объединим. Да, так вот у нас уже пошло, и у нас есть одна команда, собственно говоря, Роман, Павел, я предлагаю Насте вам тоже сделать команду Насти. Всё-таки две Настеньки, несколько желаний, пойдёмте. И мы с вами поиграем в оставшуюся, в оставшую игру, которая у нас осталась. Это тандем-шоу, друзья. Задание очень простое, смотрите, каждой паре по очереди достанется два каких-то слова, два персонажа. Ваша задача быстро, один показывает, другой подстраивается. Пять секунд, готовы? Настеньки, идёмте, идёмте, начнём с вас. Итак, готовы? Вам достается вот такое задание. Один показывает, другой подстраивается. Поехали. Режиссёр и муза. Так, вот, да. Друзья, давайте аплодисментом, мы меня по две стороны краха уже аплодируем. Мне кажется, понятно, кто... Девочки, спасибо, спасибо. Мы движемся дальше. Мальчики, быстрее, быстрее, быстрее присоединяйтесь к нам. Поехали, вам достается губа и накладные усы. Большие красивые, спасибо, девочки, идёте дальше, идёте дальше, не останавливаемся. Вам достается последнее, наверное, одно из самых сложных, Гришко и Левиафан. Так, так, ну, я думаю, понятно. Давай ещё, ребят, пойдёмте. Быстрее, 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 быстрее. И последнее, вам достается самое сложное. Вот сейчас, парни, соберитесь. Драмка и сампло. Ребята, дайте, 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 просто мы парком ваши руки. Слушайте, ну это было круто, девчата. Да, великолепно. Каждому, каждому, ребят, из вас мы вручаем наш замечательный апельсин. Спасибо. Держите. Ну, что я могу сказать. Сегодня объединились два прекрасных самарских театра в нашей студии, в студии программы «Ваше утро». Они буквально своим талантом озарили, как солнечным светом, нашу студию. А, кстати, совсем недавно у нас в Самаре, ну, собственно, как и во всей России, во всём мире было солнечное затмение. И мы туда отправили нашего специального корреспондента. Программа «Ваше утро». Давайте посмотрим. Друзья, сегодня мы находимся на ладе в городе Самара, и мы наблюдаем за солнечным затмением. Какое оно? Я вот, честно, не могу сказать, а вот люди точно знают. Так что давайте посмотрим. Поехали. Скажите, пожалуйста, что происходит? Происходит чудо. Мы сейчас смотрим через купюры, через полтинники, они ставятся сотками. Серьёзно? Да. А при каком случае вообще как это происходит? Ну, как, ты смотришь, смотришь. На купюру? На купюру. Через купюру на солнечное затмение. А, да, вот. И что дальше? У тебя её кто-то забирает, ты разозлился, идёшь и забираешь у кого-то сотку. Вот и всё. Вот, то есть это нормально? Это в порядке вещей, это Самара, ребят. А, а как оно выглядит, солнце, вы знаете? Да, знаю. И как оно выглядит? Да, и просто плавляет на мацу, да? Да, Даня, расскажи. Как в кипятке. Как в кипятке? Да, как в кастрюле. И стреляет, да. Красное, да. Я ещё даже подруге позвонил, а пара пошла прогуливать ради того, чтобы прийти сюда. Ради солнечного затмения? Конечно. А почему вы здесь смотрите? Вместе веселей. Смотреть на солнце. Я не говорю, не говорю. Я вам помогу сейчас. Вот смотрите, вы сейчас смотрите на солнечное затмение, правильно? Нет, я сейчас на вас смотрю. Вы посмотрите на солнечное затмение. Не могу, у меня глаз болит уже. Я простой самарский безработный. А зачем? Чем вы здесь занимаетесь? Я торгую дискетами. Зачем? Чтобы смотреть затмение. Ну, вы сами смотрели на затмение? Конечно. И какое оно? Расскажите. Затмение – огонь. Почему? Ну, потому что, видимо, солнце. Солнце – материя, вот этот корпускулярно-волновой дуализм и прочие вещи. Ничего не понимаю, что вы сказали. А надо было в школу на физику ходить. Может, дадите денег мне? Да нет, я всё-таки... Ну, блин, столько хотим. Я спросил, зачем вы торгуете дискетами вообще? Они же давно вышли из моды. Затмение через флешку посмотреть. Флешка не вышла из моды. Но затмение через неё не посмотришь. А через дискету? А через iPad попробуйте смотреть затмение. Что же будет? Ничего. А через дискету? Через дискету – огонь. Огонь. Да? Зачем вы пришли на солнечные затмения и смотрите? Меня заставили. Заставили смотреть на солнышко? Да. Вам что не приятно смотреть на солнышко? Не очень. Оно сжётся. Сжётся? Сжётся. Когда вы летом загораете, тоже сжётся? Тоже не приятно? Я не загораю. Есть кимоз. Солнечное затмение, вот нам сказали, что в Самаре будет 55 процентов. Посмотрите, отлично видно. 55 нет, я думаю, процентов 15. Ага, особенно через коренной зуб хорошо видеть. Да. Как вы думаете, вот это событие такое редкое? Очень редкое, да. Может, ради этого события надо что-то вот сделать, я не знаю, станцевать, спеть, может быть. Вот чувствуете, энергия начинает. Конечно, конечно. Надо ручки вверх поднять и вниз. А ладони надо как? Давайте солнышко, солнышко подержим, подержим солнышко. Да, 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 видите, вот. Где солнышко? Вот оно, вот оно. Держите его, я вот ловлю его. Вот я вижу. Солнышко видится? Кстати, и у вас, и у себя, да. А вы видите? Да, вижу солнышко. Вот. Пришлось, чтобы посмотреть на то, чего, может быть, не увижу еще очень, не увижу и очень долго, если я, конечно, не поеду куда-нибудь на экватор. На экватор? Ну, бывает то, что там почаще эти самые солнечные затмения происходят. Скажи мне, а что будет, если вот солнышко заедет за Луну и больше не выйдет? Ну и ладно, мне как бы этого не боюсь. То есть, а что же ты будешь делать без солнца? Да мне плевать абсолютно. Вот если выбирать между Луной и Солнце, что бы вы выбрали? Солнце, конечно. Ну, там же жарко, сгорели там. Зачем вам солнце? Тепло, люблю тепло. Вы там сгорите, а у Луны не сгорите. Ну, значки не так близко к Солнцу надо быть. И там, короче, вот такая вот черная шняга появляется. Это Луна, наверное, называется. Это Луна, да. Ну, в школе-то это мне обучают, да? Обучают. Я в доте сижу, понимаете? Я про доте, мне не до этого. Не до Луны, да? Да. Там же есть тоже Луна. Да, есть. Красивая. А ты тоже играешь в доте? Ну, води на солнышко. Видишь? Как будто яблочко надкосанное. Как будто Эйпл, да? Да. Что? Это вам подарок обратно. Спасибо. Солнечное затмение, зачем оно? А почему бы нет? А зачем? Ну, как бы, должно же быть Луна, значит, и солнечное будет. Какое оно, лунное затмение? Вот раз видели его? На картинках. Ну, в Google, там затмение. Бесплатное? Там XXX, да. XXX? Ну, большое. Смотрите на голову. Иногда приходится, да. Какой вы озорник. Я знал, что вы такой. А хотели бы побывать на солнце? Ну, я думаю, что если со мной было бы пару-тройку красивых девушек, то почему нет? Это же романтика. Прогуляться по поверхности солнца. И гореть там. Ну, зачем так? Ну, мне кажется, в этом есть что-то такое. Миш, ну как, красиво? Ничего себе. Такая красота. То есть, около ста человек пришло посмотреть на это сегодня на лазью, да? Нет. В одном из наших выпусков у нас была речь о том, что люди, когда выбирают вторую половину себе для совместной жизни, иногда относятся к этому даже более легкомысленно, чем к покупке холодильника. Не задают себе труда изучить свои потребности, изучить возможности другой стороны, прежде чем создают пару. И из-за этого потом у них бывают проблемы в отношениях. В почту поступил вопрос. Наталья Анатольевна, а что делать, если вот такой вот холодильник, в кавычках, был куплен давно и служит, работает, но все эти годы, мне кажется, что он не тот, что мне нужно, и что выбор я сделала неправильный. В случае, когда вы уже много лет живете с человеком, и, наверное, у вас, может быть, даже есть ребенок, или даже дети, и вам все время кажется, что вы живете не с тем человеком, я бы вам советовала остановиться и подумать, действительно ли так на самом деле. Ведь наше сознание и подсознание играют с нами часто разные-разные шутки. Мы думаем, что любим одно, а на поверку в жизни выбираем совершенно другое. Так вот, психологи договорились думать, что то, что у вас в жизни есть, скорее всего, и является тем самым необходимым, что вам сейчас наиболее удобно и тем, что вас сейчас больше всего устраивает. И в данном случае, если вы уже достаточно давно живете с человеком, и все эти годы почему-то думаете, что он не тот, кто вам нужен, я бы советовала остановиться и подумать, а действительно ли это так. Может быть, вы недооцениваете, может быть, вам зачем-то нужно думать про него таким образом. Ведь на самом деле, если отношения складываются, если семья существует, значит, какие-то законы взаимодействия осуществляются правильно и приносят свои результаты. Ну все, о театрах мы уже узнали. А куда еще сходить в Самаре на этой неделе, узнаем из нашей постоянной рубрики «Афиша» с Ксенией Артемьевой. Доброе утро, дорогие телезрители! Планируете активно провести свои выходные? Прямо сейчас мы готовы рассказать вам о самых ярких событиях предстоящей недели. Выходные так и намекают пуститься в пляс. 28 марта в Самаре стартует чемпионат России по пол-дэнс. Также 28-го – премьера балетно-акробатического шоу из Китая «Спящая красавица». Следующая неделя богатые на музыкальные события. 30 марта в культурно-развлекательном центре «Звезда» пройдет концерт гуру отечественного рока Бориса Гребенщикова. Трек-лист, который будет исполняться на концерте, пока секрет даже для самих музыкантов. Все будет зависеть только от настроения. Впрочем, как и всегда у легендарного БГ. Еще один приятный сюрприз для всех жителей Самары – выступление Валерия Леонтьева. Народный артист России выступит 30 марта на сцене театра оперы и балета в сопровождении фееричного танцевального шоу и световых спецэффектов. Выбирайте, куда отправиться с ребенком. 29 марта симфонический оркестр Самарской филармонии представит музыкальную сказку «Приключения Пиноккио». Дирижер – заслуженный артист России Георгий Клементьев. Самарские театры, как всегда, радуют публику обширным репертуаром. 29 марта в Театре «Самарская площадь» моноспектакль «Я собака» по пьесе Михаила Самарского «Радуга для друга». Во вторник, 31 марта, на сцене Самарского драматического театра знаменитая комедия «Леди Снайт». Не обошлось и без гастролей. 1 апреля Федор Добронравов, Ирина Медведева и Андрей Савченко сыграют на сцене Самарской филармонии «Воспитание Риты». Непредсказуемые повороты сюжета и интересные диалоги покорят самых заискательных зрителей. А вот 2 апреля на этой же сцене разгорятся настоящие испанские страсти. Коллектив «Трио из Андалузи» представит шоу «Ритмы Фламенко». Также не стоит забывать, что четверг – традиционный день кинопремьер. 2 апреля в российском прокате стартует драма «Битва за Севастополь». Поклонникам Самарского театра оперы и балета советую посетить легендарный балет «Жизель» 3 апреля. Вот такая неделя ожидает Самару. Отдыхайте правильно, отдыхайте со вкусом. Мой друг урчанье уж я слышу в животе и не могу унять желудка свою боль. Наверное, мне поможет розмарин и спагеттини. А даст себе мастер-класс маэстро Ренцо Пазолини. Есть такие вещи, которым хочется возвращаться снова и снова. И мы не исключение, разве что с небольшой поправкой. С одной стороны, завидное постоянство и на кухне наш легендарный Ренцо Пазолини, но гости всегда разные. И гастрономический шедевр тоже. Сегодня приготовим прекрасное блюдо из мяса, а точнее из куриной грудки. Готовится очень просто. Берем немного оливкового масла, обязательно экстра-виржин. Разогреваем и выкладываем куриные грудки. Добавляем соль, перец. Мы обжариваем на оливковом масле грудки куриные. Браво, перец. Супер. Пути сало и пето. Кури. Кури. Блин, абондант. Сколько мы даже не будем? Скоро, скоро. Существует запах. Ренцо, что для тебя Италия? Италия, это страна где я родился. Это самая лучшая в мире страна и очень продвинутая в плане культуры. Для меня это слово навевает sentimentальные чувства. Мы берем томатный соль. Что мы ветое? Что мы ветое ветое? Оливковое масло, сал, пепе. Салса, помидор. Салса. Отлично. Меттемо ветое. Меттемо. Меттемо. Анкоро. Анкоро. Чудесный запах. Анкоро. Салса. Меттемо. Белое. Базилик любому блюду придает свежесть и аромат. Хорошо сочетается с моцареллой и помидорой. Какая находка. Да. Когда нет крышки, можно накрыть сковородкой. Таким образом создаем теплый вакуум или можно поставить в духовку на 2-3 минуты. Теперь мы кладем помидорки. Вау, уже готово? Эй, уже готово. Си, эйсто. Горда, сейчас мы в пиатре. О, филанте. О, как замечательно. Мы добавляем петрушку, чтобы был более красивый и более насыщенный. И потом, естественно, мы вместе с вами с друзьями, спасибо, добро пожаловать в мир роскоши и красоты. Хорошо, когда в салоне мебели можно приобрести абсолютно все. От европейской мягкой мебели, кухонь, спален, детских комнат, кабинетов до светильников, ковров и аксессуаров. Исклюзивно представлены лучшие итальянские кухни. Как говорят итальянцы, бестселлер из Италии с Кавалини, а также другие итальянские, французские и немецкие марки. При выборе конкретной модели все зависит от вкуса, индивидуальных потребностей клиента. Одному нравится консервативная классика, другому – Прованс, а третий предпочитает современный трансформер. Главная задача – предложить большой выбор и многосторонний сервис, а задача клиента – получать исключительно удовольствие. Салон мебели Гранвиль, улица Советской Армии, 238А, телефон 279-23-23. Город Тольятти, салон кухни с Кавалини, улица Юбилейная, 1А. Привет! Это «Утренний коктейль». Сегодня он по-настоящему будет весенней, сочной, витаминной. Не секрет, что именно весной нам стоит задуматься о здоровье. И у меня для вас потрясающие новости. Какие? Смотрите сами. Статистика утверждает, что за последние десятилетия люди стали более тщательно следить за своим здоровьем. Появились пищевые добавки, витамины, всевозможные БАДы и, конечно, прорыв века – спирулина. Сейчас я вам покажу, каким образом можно приготовить коктейль. Для этого нам понадобится блендер, фрукты, любые какие мы хотим наполнить наш коктейль вкусом. Собственно, спирулина в замороженном виде и стаканчик воды. Готовится очень просто всё. Добавляется спирулина. Добавляем фрукты. Фрукты можно добавить любые, в зависимости от того, какой вы хотите получить вкус. И водичку. Водичку также можно добавить любое количество. Так что же представляет из себя едва заметная чудодейственная водоросль? И в чём же заключается феномен сине-зелёной биомассы под названием спирулина? Микроскопическая водоросль в форме идеальной закрученной спирали. Её клетки способны поглощать энергию Солнца и образовывать сложные органические вещества из углекислого газа и воды. В процессе фотосинтеза её клетки вырабатывают белок, глюкозу, насыщенные жирные кислоты и витамины. Абсолютно все питательные вещества, в которых нуждается наш организм. Стоит отметить, что в одной баночке спирулина содержится суточная норма всех полезных питательных веществ. То есть можно, грубо говоря, в день съедать одну баночку, запивать водой, и целый день ты будешь бодрый и здоровый. Каким образом такая крошечная форма жизни может сочетать в себе всю силу жизненно важных элементов? Ведь это одновременно и растения, и бактерии. Тщательно сбалансированный набор витаминов и минералов и аминокислот, которые легко усваиваются организмом человека. Она содержит более 100 питательных веществ. Для меня всегда была проблема оставаться в нужном весе. И этот коктейль стал поистине моим секретным оружием. Мы употребляем ее всей семьей, то есть с детьми, и планируем как бы новое поколение на спирулине выращиваться. Здоровое поколение. Желаем всем быть здоровыми. Желаем. Уникальная древняя бодрость, которую уже давно окрестили настоящим чудом природы. Спирулина является одной из древнейших форм жизни на нашей планете, и давно привлекает к себе все более пристальное внимание людей во всем мире. Я инвалид второй группы по общему заболеванию, и с ноября месяца почувствовала себя очень плохо. То есть у меня была сильная депрессия. Я даже с дома не могла выйти. И приходит как-то сын с коробочкой красивой, с зеленой штучки такие красивые, и говорит, мама, все, ты скоро будешь здоровая. Сейчас я себя чувствую очень хорошо, энергия, вообще очень много проблем ушло. Живая спирулина в виде замороженной пасты. Доставка до вашей морозилки. Телефон 990-1608. ООО «Спирулина-С». Попробуйте смузи из спирулины у наших партнеров. Гринрум-кафе, кафе «Живо», «Велнес-клуб», 5 ключей. Итак, это был утренний коктейль. Я надеюсь, он вам очень понравился. Хорошего вам дня, отличного настроения. Увидимся, как обычно, ровно через неделю в то же самое время. Не пропустите. Пока-пока. Ну что ж, вот и подошел к концу наш творческий театральный капустник, посвященный Международному дню театра. Ребят, ну вот вы, я думаю, что вчера в театрах в своих уже сказали своему зрителю все, что хотели пожелать. Я так думаю, и зритель что-то воспринял. Вот что бы вы могли сказать спустя сутки с нашей сцены? Ну вообще, просто пожелать всем, всем зрителям, кто по той или иной причине вдруг не смог попасть, например, на... Ну я начну, да, если можно. Я думаю, что вчерашние поздравления сегодня с не очень сильно будут отличаться, потому что все актеры желают себе всегда, в первую очередь, ролей, успеха и признания зрителей. Того же вам, дорогие друзья по цеху, вам желаю. А я хочу обратиться именно к зрителям. Чтобы они чаще ходили в театр, чтобы они его любили, чтобы они советовали своим друзьям и соседям в него ходить. И чтобы они воспитывались и просвещались в новых спектаклях. Вот чтобы они не боялись рисковать и экспериментировать. Вот так. Спасибо, Анастасия. Хочу присоединиться к предыдущему оратору. Хочу пожелать дорогим зрителям мирного неба над головой. Побольше свободного времени для посещения любимых театров. Ну, а я скажу, что обретите то, что будет делать вас счастливым. Вот мы обрели свою профессию, которая делает нас счастливыми. Так что и вам успехов тоже. Ну что, друзья, а мы вам огромное спасибо. Друзья, сегодня с нами это потрясающее творческое яркое утро. Провели артисты двух лучших, наверное, ну, одних из двух лучших самарских театров. Самарский академический театр драмы. Аверин Павел, Анастасия Ермильна. Ну и, конечно же, актеры театра «Самарская площадь». Роман Лёксин и, конечно же, Анастасия Николаевна. Друзья, друзья, я предлагаю и вот от себя тоже дать небольшое пожелание. Может быть, какое-то поздравление. Ну, наверное, очень красивая фраза. Мне нравится. Мне кажется, она сейчас подходит как никогда. «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Друзья, мы вам, уважаемые зрители, желаем апельсинового настроения ходить в театры и тоже-тоже любить искусство. И обязательно не забывайте заходить в нашу группу ВКонтакте, в Инстаграм и, конечно же, на наш форум по адресу forum.scatdefistv.ru. Ну и давайте закончим это утро по театральному. Встретимся на следующей неделе. Пока-пока. Прически и макияж ведущих от салона красоты «Анжелика». Одежда ведущей представлена легендарным испанским брендом «Куста Барселона». Присоединяйся к модному течению под названием «Кустомания».